Вы, вероятно, этого не знаете, но на самом деле я и игл скаут. И чтобы стать игл скаутом, нужно заниматься скаутскими делами. По типу похода. И однажды летом мой отряд хотел отправиться в лагерь Джеронима, где нам предстояло прожить 7 дней в дикой местности. Должно было прийти ещё около 3 скаутов, но хижин на месте не было. Из-за этого нам пришлось спать в палатках. В мой первый год в лагере мы с моим другом ТиДжеем только достигли минимального возраста для поездки. Да, это был тот самый ТиДжей из первого видео. И будучи хорошими друзьями, мы решили разделить палатку на всю неделю. Это не странно. Мы были в лесу. Мы делились ради выживания. Но мы быстро поняли, что не защищимся ни от медведей, ни от чего-то ещё. И на самом деле мы защищались от старшаков. Видите ли, существует идеальная линейная функция, завися от вашего возраста и того, насколько вы крутые. И мы с ТиДжейм явно не были крутыми. И примерно через 3 дня после начала лагеря кто-то, потому что было бы забавно здесь помочь и как спать, взять и привязать стяжку, которая смогла бы распространить спрей и бросить в нашу палатку. А зачем застегнуть пол палатки на молнию? Это, на самом деле, является очень распространённой шуткой среди бойскаутов, называемой Аксовая бомба. В конце концов, мне пришлось пойти за чем-то из палатки. Поэтому я открыл её и... Мне ударил в нос это благовоние ужасного запаха. Думаешь, мальчикам нравится этот запах Акса? Хер там, он чертовски отвратителен. Я никогда в жизни не сталкивался с таким отвратительным актом Акс-бомбинга. Но это... Это было не то, чего я хотел, чтобы произошло. Я сразу разозлился. Типа, очень зол. Я подошёл к Тиджи, схватил его за плечо, посмотрел прямо в его идеальное лицо и сказал... Тиджей, кто-то только что за Аксил нашу палатку. А Тиджей просто пожал плечами и сказал... Знаешь что? Мне кажется, нет причин злиться. Нам это не поможет. И реакция Тиджи на это действительно запомнилась мне. Я думаю об этом, что он сказал каждый раз, когда я нервничаю из-за вашего задания, или когда мой компьютер выходит из строя, когда я теряю все свои файлы. И это действительно помогает мне успокоиться. Но будучи 12-летним, я сказал... Ааа, хорошо, Тиджей, твоё дело. А я собираюсь отомстить этим мудакам. Но я понятия не имел, кто на самом деле ЗАГС-бомбил нашу палатку. И для меня это до сих пор остаётся загадкой. Но я решил обменить пятнадцатилетних с их глупыми виноватыми лицами. Я даже спросил их, чтобы убедиться. Эй, это ты ЗАГС-бомбил нашу палатку? Нет. О, окей. Я знал, что это были они. Пятнадцатилетние, конечно, были довольно крутыми, но не самыми крутыми. Ведь ещё оставались шестнадцатилетние. Чтобы доказать, что они по-прежнему крутые, они построили мега палатку из брёвен. Хотя назвать это палаткой довольно-таки тяжело. У них были обвязаны брёвна вокруг деревьев. Пять стен, задняя и передняя двери. Там даже была бревенчатая крыша, на которую могли ставить некоторые мальчики. И все пятнадцатилетние спали под ним каждую ночь. И я придумал идеальный план, чтобы отомстить им. Сорян, но мне придётся разделить это на две части. Так или иначе, спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует...